Любое наше действие, оно регламентируется документами, и прежде всего это санитарные правила по ВИЧ-профилактике. Поэтому, когда пациент получает результат положительный, даже будучи анонимным, он приходит в наш кабинет, и первое, что мы с ним пытаемся какую работу проводить, это разанонимливание, чтобы в дальнейшем этому пациенту мы могли оказать медицинскую помощь. Как известно, наша помощь только адресная. Анонимному пациенту мы лечение не можем назначать. Но в работу нашего отдела входит прежде всего изучение круга контактных лиц у этого пациента. То есть мы выясняем, каким образом мог инфицироваться этот пациент, его рисковые ситуации, которые могли привести к инфицированию. Когда мы это выясняем, дальше мы выясняем тех, кто мог инфицироваться от этого пациента. И приглашаем по возможности через пациента, либо каким-то образом еще, так называемое, оповещение пациента происходит, для того, чтобы пациенты могли, его контактные уже лица могли пройти обследование тоже на ВИЧ-инфекцию. У нас есть документ, называется оно «Предупреждение лицу, у которого выявлена ВИЧ-инфекция». То есть у которого иммунный блод, тот результат, который нам дают право об этом говорить, результат лабораторный, мы ему его показываем. И в дальнейшем уже человек подписывает этот документ, говорящий о том, что он информирован о том, как он может передавать инфекцию, что он не может быть донором. Это тоже регламентировано нашими документами, в частности, это методические рекомендации, которые включают в себя документ, говорящий о том, что пациент не только информирован, но он еще несет ответственность юридическую. Это 122 статья, которая говорит о том, что он не должен распространять такую инфекцию и назвать всех лиц, которых мы в дальнейшем будем называть контактными по этому пациенту.